Уходящий 2018-й стал провальным годом для украинского парламента, как минимум десяток законопроектов, которые принял депутатский корпус Верховной Рады, еще несколько лет назад даже в обществе боялись обсуждать, дабы не расшатывать ситуацию в стране. Сегодня же эти темы центральная власть сознательно выводит в топ событий политической жизни Украины. В последних в этом году итогах на репортере мы решили проанализировать, как голосовали народные депутаты, избранные одесситами, за некоторые скандальные законы в этом году и поделимся с вами результатами двух показательных социологических исследований, которые провели и одесские, и столичные социологи. Но прежде отмечу, в экспертной среде, а точнее в провластной ее части, бытует мнение о том, что чем больше депутаты голосуют, тем они эффективнее и чем чаще в унисон с властью, тем полезнее для них. Но мы докажем обратное. Несомненно, главной темой осени и зимы 2018-го стало решение Константинопольского патриархата о придании Украинской Православной Церкви статуса автокефальной и, соответственно, решение о создании новой церкви, так называемой Православной Церкви Украины. Против принятия этой нормы были всего два одесских парламентария – Сергей Кивалов и Николай Скорик. Не голосовали или отсутствовали Иван Фурсин, Александр Пресман, Виталий Барвиненко, Александр Урбанский, Геннадий Чекита, Антон Кисе, Василий Гуляев, Дмитрий Голубов, Эдуард Матвичук и Леонид Климов. При этом поддержали раскол в украинском православии Евгений Дейдей, Павел Унгурян, Сергей Фаермарк и Алексей Гончаренко. Параллельно с процедурой предоставления украинской церкви автокефалии разгорелся и еще один парламентский скандал – о переименовании УПЦ в украинскую епархию Русской Православной Церкви. Здесь позиция нардепов от Одессы была такой. Против решения проголосовали все те же Сергей Кивалов и Николай Скорик. За были лишь двое – Евгений Дейдей и Алексей Гончаренко. Остальные либо не пришли в тот день в Раду, либо решили воздержаться от голосования. Еще один противоречивый закон, который принял парламент в уходящем году. Его суть, если коротко, об усилении соцзащиты участников борьбы за независимость Украины в 20 веке. Речь идет о воинах-националистах из АУНУПА. То есть фактически теперь государство поощряет их наравне с воинами-освободителями. И снова Сергей Кивалов осудил этот законопроект, не проголосовав за него в парламенте. Они поддержали признание воинов АУНУПА, одесситы Алексей Гончаренко, Александр Урбанский и Евгений Дейдей. Остальные либо проигнорировали заседание, либо не голосовали за это решение. От политики перейдем к экономике. Бюджет 2019 скорее всего станет бюджетом выживания, по мнению большинства экспертов. Минимальный экономический рост и инфляция втрое больше ВВП. И это лишь официальные прогнозы. Лишь трое парламентариев не поддержали проект бюджета страны, назвав его антисоциальным. Сергей Кивалов, Николай Скорик и отсутствовал в парламенте Евгений Дейдей. Остальные же нардепы одесситы единодушно поддержали бюджет 2019. Введение военного положения. 26 ноября после сомнительного инцидента в Керченском проливе. Помним, как изначально президент хотел ввести особый статус на территории всей страны. Причем на целых два месяца. А затем что-то пошло не так и его формально ввели лишь в приграничных областях. Да и то всего на месяц. Легче сказать, кто проголосовал за это противоречивое решение. Поддержали его только Дейдей, Урбанский, Унгурян, Голубов, Гончаренко и Климов. Остальные осудили решение президента и СНДО. Медицинская реформа тоже спровоцировала бурные дебаты в украинском обществе. Во-первых, сама репутация нынешнего министра здравоохранения, мягко скажем, сомнительна. Во-вторых, многие пункты медреформы просто невозможно реализовать в ближайшие годы в Украине. Поэтому сводят реформу к банальной бюрократии и просто усложняют процесс получения медпомощи населением. Поэтому примерно половина нардепов из Одесской области проигнорировала и не поддержала предложения Ульяны Супрун. В том числе и Сергей Кивалов. И, наконец, пенсионная реформа, в результате которой некоторым пенсионерам вместо того, чтобы поднять пенсии, их, наоборот, снизили. Пожалуй, это самая скандальная социальная инициатива центральной власти этого года. Не голосовали за старт реформы Кивалов, Голубов, Дейдей, Скорик и Матвейчук. Остальные единогласно поддержали пенсионную реформу. На этой неделе мы вышли на улицы города, чтобы понять, кто же из депутатов-одесситов получил поддержку населения. Те, кто голосовал за скандальные законы в 2018-м, или же те, кто их раскритиковал и не проголосовал. Предлагаю короткую выжимку беседы наших журналистов с горожанами разных возрастов и социальных категорий. По бывшему опыту, разве были какие-то раньше улучшения, когда принимали бюджет? – Считаете ли вы, что будут какие-то улучшения в экономике в связи с принятием нового бюджета? – Не думаю. – А почему? Могли бы поподробнее? – Потому что я нашему правительству вообще не доверяю. – Кто ходил в шубе, тот и будет ходить в шубе. А для нас простых не верится, что будет бюджет. Что такое 7 гривен до пенсии добавить? Это что? Это смех. – Я военный. Я воевал во Вьетнаме куда-то. И знаю, что такое война. Но сотворять над людьми такую карикатуру, как бы он ехал в свой Израиль и там себе командовал, но не на Украине. Россия не самый страшный враг для Украины, понимаете? – Я за страховую медицину, чтобы платить и, соответственно, получать. А у нас, естественно, не страховая и не бесплатная, то есть нулевая. Не дай Бог, что-то случается с тобой. Масса денег уходит. При этом остается уповать только на Бога. – Если раньше идешь к врачу, да, ну, ложишь денежку. А сейчас еще, прежде чем к специалисту попасть, тогда пойти к семейному врачу. То есть, получается, положить туда, положить туда. – Пенсия 1700 и добавили 8 гривен. Ай-яй-яй. – А большая реформа. – Скоро, весной. – За эту пенсию прожить нельзя. Это я честно вам скажу. Попробуй проживи за эти копейки, когда платят за квартиру больше, чем пенсия. – Добавили одному 5, одному 8, одному 9 гривен. Это что, добавка такая? Все брехня. Вы меня извините, но нету. Пенсионеры вон еле доживают. – Ваше отношение к тому, что Украина получила Томас? – Отрицательное. Ведь передали права все, все-таки, этому, Варфоломею. Если раньше, когда были в Московском патриархате, все деньги оставались здесь. И они были, в принципе, автономные были, украинская православная церковь. Просто она называлась Московского патриархата. Ни деньги, ни ки, ничего. Никуда не уходило. – А теперь все будет уходить там, и там Варфоломей, который ничтожный, который… Это же что такое? Он бывший капитан турецкой армии. И он, естественно, ставленник Турции, и контролирует его в Соединенные Штаты Америки. Поэтому, конечно, я против. – Посмотрите на людей, они все злые ходят. Никто не улыбается. Хотя Одесса – солнечный город. Всю жизнь все люди ходили с улыбкой. Почему не улыбаются? Потому что нет ничего. Смысл? – Вы смоктались на все, все, что можно было. Правильно? – Категорически нет. – Почему? – Потому что они воевали против тех, кто нас спас. Это враги. Однозначно. Глаз народа подтверждают и данные сразу двух независимых социологических исследований. Одесского центра «ЛАД» и двумя неделями ранее Киевский институт реформы и развития провел похожую социологию. Подтвердилось. Народные депутаты, которые не голосовали или выступили категорически против скандальных политических и экономических инициатив, прибавили в рейтинге. Те же, кто действует в унисон с властью, потеряли доверие одесситов. – Например, по введению военного положения, по медицинской реформе, по реформе в сфере образования, по пенсионной реформе, по вопросам языка, веры, культуры, то можно сказать, что если кто-то эти решения поддерживал, то его рейтинг в Одессе сразу же обваливался. И наоборот, те политики, те государственные деятели, такие, например, как Сергей Васильевич Кивалов, которые последовательно отстаивали свою позицию на протяжении многих лет, и в этом созыве парламента не поддержали ни одного из таких скандальных, ну, кто-то скажет, наверное, даже безумных законопроектов, то именно эти политики и рейтинг у них растет и остается стабильным, и альтернативы им сегодня в Одессе не существует. Важный аспект. Если некоторые парламентарии считают, что можно скрыться в череде малоизвестных фамилий депутатов Рады, то они заблуждаются. Почти 58% одесситов знают, кто представляет их город и район в законодательном органе власти. При этом внушительный рейтинг узнаваемости главного критика последних парламентских инициатив Сергея Кивалова. О том, что он является представителем Одессы в парламенте, знают значительно больше 60% горожан. Он, напомню, избирался от Приморского района. Его коллеги по парламенту от других районов Одессы уступают ему со значительным отрывом. «Если бы выборы в городе состоялись в ближайшие выходные, за кого бы вы проголосовали?» Так звучал вопрос еще одной анкеты. Сергей Кивалов и здесь несомненный лидер, у него более 50% симпатий. Остальные политики – Голубов, Баранский, Гончаренко и другие – сильно отстают. Причем любопытная тенденция, которая удивила даже социологов. Несмотря на то, что Сергей Кивалов избран от Приморского, его популярность рекордная и в остальных районах Одессы. Исключение составляет лишь Суворовский, где традиционно сильна поддержка Дмитрия Голубова. В списке наиболее рейтинговых кандидатов преобладают одесские политики. Здесь нет так называемых парашютистов, а это те люди, которые долгие годы живут, работают в Одессе и представляют наш город. Это говорит о том, что они являются в общем-то политической элитой города. Лидерами же антирейтинга, то есть политики, за которых одесситы ни за что бы не проголосовали, являются Алексей Гончаренко и экс-губернатор Михаил Саакашвили. Наше исследование показало, что безусловным лидером симпатии граждан Одессы является Сергей Кивалов. А вот конкуренты настолько далеко отстают от него, что получается, что безальтернативность определенная видна. И поэтому им надо подтягивать свой уровень узнаваемости, уровень дел, масштаб планирования, умение контактировать с избирателями и предлагать законотворческие инициативы, отстаивать их, защищать жителей, реагировать на наказы, и тогда получится результат тот, который есть у Кивалова. Популярность народных депутатов существенно опережает даже тех, кого одесситы могут или должны видеть, по идее, чаще других. К примеру, глав районных администраций города. Те же социологические исследования подтвердили, почти 95% одесситов не знают, кто является главой их района, и лишь менее 5% смогут вспомнить его фамилию. И для сравнения напомню, рейтинг узнаваемости Кивалова при этом 67%. Администрации Одессы чуть выше тройки. Во всяком случае, удовлетворительно работу хозяйственников оценивают больше горожан, чем неудовлетворительно. Люди не надеются на своих глав районных администраций, соответственно, не существует вот этого сарафанного радио, когда люди говорят, что они обратились в районную администрацию, им там помогли. И поэтому вот этот правовой вакуум, вот этот информационный вакуум, вот этот управленческий, в первую очередь, вакуум замещается депутатами, депутатами зачастую Верховного Совета. Мы можем говорить про то, что наступные выборы будут надзвичайно сложными, они будут в значительной мере визначать подальше життя нашего общества. И в этом плане достаточно важен профессиональный подход до информации, до отримания информации, до обработки информации, для того, чтобы люди смогли визначитися своим возможным выбором. Социологи называют свое исследование стартовой позицией грядущей избирательной кампании. Для тех депутатов, кто обладает высоким рейтингом, важно его сохранить. Аутсайдерам же списка придется работать, засучив рукава. Но хватит ли им времени? Я напомню, выборы президента в 2019-м состоятся 31 марта. Новый же состав Верховной Рады будем выбирать 27 октября.